Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи, первый эфир передачи из большого цикла Алексей Бачеров «Алготрейдинг», в ходе которых мы будем говорить с вами об алгоритмической торговле. Алексей, добрый день! Здравствуйте! Всех приветствую! «Алготрейдинг» – удивительно интересная тема, просто о ней можно говорить бесконечно. Конечно, ждем с нетерпением этого эфира. Вам слово! Ну, еще раз приветствую всех, спасибо. Кто смотрел предыдущее выступление, где я обзорно устроил небольшой рассказ про алгоритмическую торговлю, попытался привести основные аргументы, почему этим стоит заниматься, почему к этому стоит стремиться, вот, все есть на записи, Игорь это разместил в интернете, все могут посмотреть, пожалуйста, обращайтесь. Сегодня первое у нас, первое из циклов выступления будет посвящено первому торговому роботу, вот, из разреза комбинаторных. Я давал некоторую классификацию роботов, наверное, ее стоит повторить, прежде чем начать, да, и, как бы, перейти сразу потом к разговору про именно этот подход и этого конкретного робота. Значит, еще раз напомню коллеге, что по сути своей, как бы, я классифицирую роботов на четыре вида, да, то есть это сигнальные роботы, как я уже говорил, это те роботы, которые работают по определенному сигналу, то есть сигналом может служить все, что угодно, это может быть выход новости, это может быть какой-то индикатор, это может быть пробой уровней и так далее, да, то есть это роботы сигнального типа. Вторые роботы – это типа комбинаторные, то есть это роботы, вторые роботы по классификации, я говорил, прогнозные, то есть это те, которые прогнозируют, собственно, будущее, пытаются, используя различные статистические и математические модели, экстраполировать то, что они знают и то, что они видят, да, то есть типа пытаться предугадать, где будет цена там на день, на два, на частную и так далее. Таких роботов практически нет, вот из-за сложности математики, которая в них используется. Третий вид роботов – это комбинаторные роботы, которые фактически используют подходы, похожие на азартные игры, и об этом и таком, и о таком роботе я сегодня буду говорить. И четвертый – это роботы-хеджеры, задача которых стоит не зарабатывать деньги, да, то есть решать какие-то финансовые задачи, например, страховать валютные риски, страховать золотые риски. Такой робот у нас есть, и в нашем цикле передач он тоже будет, да, то есть, наверное, кстати, следующая как раз передача будет посвящена роботам-хеджерам. Вот, собственно, такое краткое изложение классификации роботов, которые я рассказывал в прошлый раз. Ну, а теперь перейдем непосредственно к комбинаторному роботу. Теперь я демонстрирую экран. Да, давайте посмотрим. Тоже я начну с презентации, а потом уже покажу его реальную, как бы, картинку на реальном терминале. Отлично. Демонстрация рабочего стола, весь экран, высокое качество, цокнуть по экранчику надо, все видим отлично. Видим, да, то есть, этот робот называется Долимберт в честь великого французского математика, который мало известен, так сказать, в широких крудах, но ему приписывается, в общем, создание той методики, на базе которой построен именно этот робот. Но прежде чем я начну рассказ про самого робота и про методику, да, я хочу, как бы, разыграть, такое небольшое отступление сделать и сыграть с вами в некоторую статистическую игру. То есть, как я говорил, что, собственно, комбинаторные роботы, да, то есть, это роботы, которые используют элемент азартных игр, то есть, или подходы, которые используются в азартных играх, то есть, это в основном все счетные подходы, которые направлены на две вещи. То есть, первое, это попытаться изменить функцию вероятности исходов, да, то есть, вероятности, повысить вероятность вашего выигрыша, используя специальный метод счета, да, то есть, и это робот, который часто не строит прогнозов, а использует просто само понятие основы базиса теории вероятности, да, то есть, это как раз понимание вероятностных моделей дает ему возможность впоследствии выстраивать так структуру действий, чтобы вероятность была на вашу, вероятность выигрыша у вас становилась больше, чем вероятность проигрыша. Значит, игра простая, да, достаточно, все мы, наверное, знаем про кости, собственно, и, как бы, то, я это назвал таким отвлеченным, это, почему не стоит играть по правилам математики в азартные игры, да, то есть, все знают, почему не надо играть с шулерами, да, то есть, ну, вот, я призываю всех с математиками тоже в азартные игры не играть. К тому же, если условия этих игр устанавливают, собственно, сами математики. Ну, так вот, простой пример, разберем игру в кости, да, то есть у нас есть с вами две кости, например, банк игры составляет 100 тысяч рублей, каждый из игроков внес по 50%, то есть по 50 тысяч. Первая ошибка, которую обычно люди, которые плохо разбираются в математике, да, то есть они путают частоту комбинации, которая выпадает на костях, да, и исходы, которые могут получить. Предположим, математик задает простой такой элемент и говорит, что неважно, какая выпадет комбинация из двух костей, но он, любой, кто будет поставить, получит 100 рублей из банка. Вот, это самый простой вариант игры, ну, и как бы люди логично, которые даже интуитивно понимают, что, наверное, на комбинацию 2 и 12 ставят не стоит, да, потому что это наиболее редкая комбинация, которая встречается при кидании двух костей. Да, то есть те, кто чуть-чуть больше погружен, понимают, что самое выгодное – это ставить на комбинацию 7, потому что число 7 в комбинации двух костей выпадает больше всего раз, да, то есть я сейчас не буду углубляться в подробности, все, кто более-менее вспомнит теорию вероятности, да, сразу легко посчитает, какова вероятность выпадения цифры 7, не цифры, а суммы 7, какая вероятность суммы 5 и так далее, и тому подобное. Понятно, что, опять же, в этом варианте ожидаемые исходы, если мы на каждую ставим по 100 рублей, да, и они одинаковые, то нужно всегда ставить на семерку, да, то есть все просто, слишком простой вариант исхода. Понятно, что это человек, который изначально плохо разбирается в статистике, да, то есть, но интуитивно может догадаться, что это вот такая ситуация. Ну, конечно, кто-то будет ставить на 5, на 9, и тем самым он в долгосрочной перспективе, сколько мы можем 100 тысяч рублей по 100 рублей разыгрывать, да, очень долго, да, и в долгосрочной перспективе, если он не будет ставить на семерку, он всегда проиграет. То есть любые отклонения от ставки на семерку, да, введут его в конечном итоге при таком количестве разыгранных партий, да, к проигрышу. Если наш математик всегда ставит на семерку, то он всегда будет опережать математическое ожидание того, кто пытается играть в разные комбинации. Теперь усложняем задачу, и математик говорит, ну, хорошо, пусть не по 100 рублей мы ставим на каждый выигрыш, а вот имеем такую внизу картинку, да, то есть если выпадет 2, то у нас с вами будет ставка 250, да, то есть выигрыш. Если, например, выпадет 7, то 20. Понятно, что частота комбинации не меняется, то есть как у нас 7 выпадало чаще, так и выпадало. Но здесь-то часто заключается вся игра комбинаторных изменений, да, то есть нам важно ведь с вами не частота выпадения, да, то есть, а, собственно, мат ожидания каждого из исходов, да, то есть то, о чем я опять же говорил, помните, я в прошлый раз там говорил про асимметр, асимметрию сделок. Вот здесь как раз мы начинаем видеть, как смещается, да, то есть асимметрия исходов. В этой сетке ставок выгоднее намного больше ставить на 2 и 12, хотя вроде бы кажется, что они выпадают реже всего. Это неважно. С точки зрения математики, да, то есть мы с вами имеем математическое ожидание этих двух комбинаций намного больше, чем всех остальных. Поэтому, опять же, учитывая, что мы имеем большой банк 100 тысяч и разыгрываем много партий, выгоднее всего ставить на эти две комбинации. Они дадут нам с вами максимальное математическое ожидание. Ну и третий вариант, да, то есть игры, собственно, иная сетка, которая просто демонстрирует, что можно по-другому изменить ставки, и мы получим совершенно другую комбинацию исходов, где надо будет уже ставить на комбинации на 10 и на 4. Понимание вот этой простой игры, да, то есть дает нам возможность в каком-то плане строить некоторые игровые элементы, в том числе и в алгоритмическом трейдинге. Специально говорил про отвлеченность. Теперь я вам как бы расскажу часть святого Грааля, да, то есть, как говорил Игорь, запалить святой Грааль, да, то есть была такая игра. Вот я расскажу вам часть святого Грааля, который использует робот Долимберт. Робот, в принципе, совершает достаточно простые сделки, то есть он состоит из двух основных шагов. Шаг первый, да, то есть он пытается угадать направление движения. Я сейчас не буду углубляться, как он это делает, то есть там есть несколько индикаторов, которые ему, вроде говоря, говорят в этот случай, либо вставь в лонг, либо встань в шорт. Ну, если он угадал направление, то это для него удача, да, то есть он выставляет некоторый тег профит, его забирает и снова возвращается на шаг один, то есть снова ищет, ну, принимает решение, что шортить сейчас или вставать в лонги. Если это для него неудача, то он, собственно, запускает пирамиду Мортенгейла, да, да, тот самый пирамидинг, который часто говорят, никогда не пирамидься, когда цена идет не в твою сторону. Конечно, вот внизу приведена пирамида, да, классического вида, то есть если мы с вами имеем дело с шагом в один некоторым, да, то есть какое-то количество контрактов, да, даже не важно каких, там, будь это фьючерсы на индекс РТС, или будь это, там, и пара евро-доллар, да, то есть это абсолютно не важно, да, собственно, мы видим, как строится пирамида на каждом шаге, да, то есть там, и как она увеличивается. Вот у нас с вами есть количество шагов, количество контрактов в каждом шаге наращивания, да, совокупная позиция уже контрактов наращенных, ну, и, соответственно, стоимость шага. Предположим, если у нас некоторая была, там, стоимость одного шага 100 пунктов, да, то, собственно, мы понимаем, что там к десятому шагу мы должны уже вложить 102 тысячи пунктов в эти контракты, да, то есть, ну, это могут быть рубли, доллары, там, не суть важна, да. Вот, собственно, любая сделка, которая будет в наш плюс сыграет, да, то есть она закроет всю эту пирамиду, да, и, собственно, вернет ту первоначальную ставку, которую мы вернем. Конечно, я вам не буду сейчас рассказывать про святой грааль, конечный, который использован, потому что я могу вам четко сказать, что использована, хотя, принцип Мартингейла, да, то есть, но он не в классическом виде, то есть я вам привел классический пример пирамиды Мартингейла, да, то есть, собственно, и методы игры Мартингейла, да, то есть вот как раз этот метод и приписывается в математику Долимберту, хотя, конечно, никакого обоснования у этого нет. Ну, давайте я вам продемонстрирую, как бы, как работает данный робот, чтобы это не выглядело никаким просто теоретическим обоснованием. Соответственно, сейчас я вам покажу его работу. Конечно, давайте посмотрим. Значит, это МТ5 терминал, видно, да, всем? Да, видно. Торгует он на фьючерсе, на золоте, на московской бирже, да, то есть таймфрейм 5-минутный. Я показываю вам бэктест робота, да, то есть потому, что он в реальности стоит только с 19 сентября. Я озвучу реальные цифры, которые он заработал, вот, за это время. Но чтобы просто продемонстрировать его работу, я вас уверяю, что работа его не отличается от тестирования, то есть это не тот элемент, где легко подгонять результаты и показывать, что вот в прошлом он показывал такой, именно из-за комбинаторного подхода. Сразу скажу, что минимальный объем для торговли этому роботу нужно минимум 250 тысяч. Ну, я потом поясню, почему, да, то есть это связано с тем максимальной просадкой, которую робот может получить. Вот, соответственно, сейчас просто я запускаю демонстрацию, да, то есть и мы наблюдаем за тем, как робот, собственно, осуществляет торги. Попутно скажу, которые, какие задачи, вот, мы видим, да, то есть это бэктест идет, да, собственно, и видно там, как меняется маржа, собственно, какие сделки он совершает, можно посмотреть историю операции. Сразу вот раскрою несколько секретов, которые пришлось решать по пути торговли, да, то есть поскольку мы дело с вами имеем с фьючерсным контрактом, да, он имеет срочность, то есть он в какой-то период у нас с вами истекает, в какой-то период он, соответственно, переходит от одного контракта к другому, да, и, собственно, если тестировать, например, роботов на склейке, есть такое понятие склейка, да, то есть когда у нас с вами берутся фьючерсные контракты и по определенной методологии собирается в одну какую-то длинную склейку, да, то есть, то часто бывает вопрос ошибок, поэтому в данном случае робот еще и решил решать другую задачу, то есть он на самом деле, хоть и мы сейчас с вами видим, что он вроде как использует склейку в своем торговле, в реальности, да, на самом деле он торгует, вот видите, на контракте Gold 3.14, да, то есть он подставляет, он знает, что сейчас такая-то дата, да, то есть, и, соответственно, он подставляет соответствующий контракт, да, то есть он адекватно оценивает, и когда будет, произойдет переход контракта, он тоже его сменит. Ну вот, соответственно, можно понаблюдать за тем, как он, собственно, себя ведет, вот у нас с вами есть график, опять же, вот я почему призываю всех, собственно, программировать и заниматься программированием, потому что вот два года теста, да, это вот бегутся по всем тикам историческим, да, то есть мы с вами видим, как робот, собственно, зарабатывает деньги, а функция очень красивая, как вы видите, да, то есть синяя, прям линейный заработок, о чем мечтают все, да, собственно. Наверное, на этом рынке. Вот, собственно, вот мы в реальном времени можем с вами наблюдать, да, то есть как этот робот торгует. Причем, заметьте, да, то есть мы с вами даже еще вот при тесте не перебрались там даже еще, вот сейчас какая у нас дата торгов там идет, 17 часов 2 февраль 7, да, то есть ну давайте ускорим тест, это я вам просто специально показывал, собственно, его, как он работает, давайте его ускорим, вот, но из-за того, что количество тиков достаточно большое, да, то есть и слава богу, все-таки история действительно по самим инструментам хорошая, вот, кстати, на склейках история весьма плачевная бывает, именно тиковая, да, что вносит дисбаланс при тестировании, вот, то мы с вами можем уже вот посмотреть, там вот он бежит, вот он график. Для качества робота. Связано с тем, что как раз в этот момент происходит смена с одного контракта на другой, то есть переход происходит, приходится фиксировать временный убыток, да, то есть, но потом на новом контракте он восстанавливает всю позицию, такая, какая она будет, честно, закрывает ее в прибыли, да, видно, что вот если соединить эти две точки, да, она... Что можно пока еще параллельно, пока вот вы наблюдаете за периодом тестирования, да, то есть, что еще рассказать важно, да, то есть, недостаток МТ-5 в конкретном тестировании заключается в том, что у него не, вот, несмотря на то, что внизу идут даты, да, мы имеем дело внизу с линейной шкалой. То есть, поясню, на самом деле, если вы перестроите, возьмете, выгрузите историю тестирования в Excel и построите данные и атом, то графики будут отличаться не сильно, но будут отличаться от того, как вы видите их репрезентативно на непосредственно на мониторе мета-трейдера, да, это тоже надо учитывать, потому что некоторые стратегии, да, то есть вообще и характер, как вот я говорил, характер кривой, да, и характер понимания прямой заработка, он существенен в этом случае, поскольку человек должен адекватно понимать, что вот у нас с вами здесь уже прошло буквально там полгода, да, тестирования, да, и вот этот, кажется, совсем маленький диапазон, специально, да, вот этот вот, так, сейчас, минуточку, подошел у нас с вами переход от одного контракта, по-другому кажется, ну, что тут совсем чуть, на самом деле, я могу сказать, что здесь сидит месяц, да, то есть целый месяц, да, робот находится вот в этой состоянии, будем так сказать, убытка, да, то есть, но как бы визуально это не видно, да, вот если это перестроить на графике, как я говорил, на графике Excel, вот давайте я вам продемонстрирую на сайте самого робота, они перестроены именно в графическом, в Excel-вском виде, да, чтобы они просто репрезентативно отображали, ну, вот эта самая просадка, которую мы с вами наблюдали сейчас на тестировании в мета-трейдере, да, то есть вот, и специально выделено, да, что вот эта просадка, она там длится практически месяц. Ну, вот мы с вами наблюдаем, как этот робот реально зарабатывает. Я вижу, вот тут уже люди пишут комментарии про однозначный убыток, ну, я же специально уже изначально сказал, что, конечно, Мартингейл используется не в чистом виде, то есть, да, я показал принцип, да, то есть, но, как вы понимаете, святой Грааль, он и заключается в том, что, собственно, использование определенных вещей позволяет, как бы, нивелировать тот эффект, о котором написал гость Чайхана-1. Да, конечно, я с вами абсолютно соглашусь, если вы возьмете чистый Мартингейл, вы его поставите, вы точно проиграете. Более того, если уж там зашел вопрос, понятно, что Мартингейл нельзя использовать везде. Да, то есть, например, я бы посторожился его использовать на таких активах, как там, например, акции, да, то есть, я бы очень осторожно его использовал на фьючерсах, на акции, да, то есть, больше всего, понятно, что к таким активам подходят скорее комодитисы, да, то есть, это то, что обычно находится в определенных диапазонах, да, бывают глобальные бренды и на них, да, то есть, но все-таки, да, там, торговля тем же золотом, на котором непосредственно идет демонстрация, да, вот, торговля, наверное, другими какими-то, но только, опять же, не нефтью, поскольку рынок нефти весьма политизирован, да, то есть, он, собственно, работает и работает неплохо, да, то есть, я вам как раз хотел продемонстрировать этот эффект. Вот, кстати, заметьте, да, зелененьким у нас с вами выражается просадка капитала, да, то есть, временно, это как раз когда робот вошел в пирамиду, да, и вот здесь она выглядит у нас с вами вот такой маленькой, ну, как бы, отростком, да, я сейчас еще раз продемонстрирую, что в реальности это не совсем так, да, то есть, это нужно себе представлять. Вот как раз эта историческая просадка, которую в данном случае показывает робот, она и определяет тот элемент, что минимальный объем средств, которые требуются данному роботу, да, это 250 тысяч рублей, да, то есть, прошу пардон, вот это вот, на самом деле, вот эта вот просадка, вот, неправка, вот, кстати, да, вернемся еще раз, продемонстрируем, что вот какая разница, да, между тем, как строит тест непосредственно этот трейдер и как это выглядит в данных, да, вот смотрим с вами на второй график внизу, то есть синяя у нас линия также отображает линию капитала, да, который у нас с вами есть, линия, собственно, зелененькая отражает временную стоимость активов, то есть, когда робот находится в сделке, да, он еще не вышел, но, собственно, он держит позицию, она временно убыточна. Вот как раз этот пик, да, который мы с вами видели на, у метатрейдера, он выглядит такой вот одной палочкой, да, вниз, потому что именно из-за линейности представления данного, да, он так его отображает. В реальности мы видим, что вот это занимает 67 тысяч просадки, да, и это 59 дней робот находится в этой просадке. То есть этот момент, который психологически, да, нужно быть к ним, к таким вещам готовым и, конечно, прижать. Более того, я в конце, как обещал, озвучу, как бы, доходность, я могу сказать, что эта доходность сопряжена с тем, что временно робот имел временную просадку больше 100 тысяч, да, то есть, собственно, но неважно, да, что он имел 100 тысяч, и вот это время главное понимание того, что он не бесконечен, этот убыток, да, и, соответственно, возвращается на круги своя. Все, да, и, собственно, мы имеем другой результат. Так, тест у нас с вами уже добрался до 15-го года. Поскольку мы с вами тестируем по тикам, да, тест идет медленнее, и было удобство, опять же, мета-трейдера в том, что мы с вами можем выбрать разные, там, тестирование по тикам, можем выбрать по часам, ну, по минутным, там, входам, да, то есть это сильно ускоряет процесс, вот, и, соответственно, конечно, я впоследствии еще буду рассказывать, я, наверное, какую-то часть лекции посвящу, одну из лекций посвящу, там, вот, переборам параметров, да, то, о чем я, опять же, в начале говорил 11-го числа, что человек руками перебрать подобные вещи просто не в состоянии, да, то есть если мы хотим получить какую-то кучность результатов, статистически достоверные результаты, понимать, что он действительно такой, да, то нам с вами просто физически не прогнать такое количество переборов, да, руками, чтобы понять, работает наша или вообще система, или она не работает. Вот, я могу сказать, что если, ну, устроен перебор параметров этому роботу, они у него тоже есть, несомненно, да, то есть потому что Мартин Белл не в чистом виде используем, вот, и я могу вам сказать, что кучность результата очень большая, то есть разница между самым лучшим результатом, который я вам сейчас демонстрирую, да, и самым худшим составляет всего 3%, да, то есть это на самом деле, с точки зрения той статистики, которую мы не имеем, это вообще ни о чем. Да, то есть вот, собственно, потому что я, в принципе, в большинство моделей роботов, которые я расскажу про Геральда, да, то есть он использует другую методологию, он используется онтисигнального типа, да, вот там совершенно там другой разброс, да, то есть, ну, он, в принципе, остается в статистически допустимых нормах, которые, ну, каждый человек сам для себя определяет, конечно, какой он готов вот терпеть. Ну, понятно, что этот робот создан в основном для тех людей. Проблемы этого робота, давайте сразу скажем, какова его проблема. На самом деле его проблема в основном не в том, что он может потерять все, да, то есть нет, вы всегда пересидите, ну, то есть если у вас достаточно хватает понимания, как он работает, не хватает терпения, да, вы всегда пересидите в момент вот этого временного убытка, да, то есть вопрос в другом. Вот его проблема в том, что вы не сможете улучшить его результат. Так, именно из-за того, что вы используете систему Мартингейл, да, то есть все построено на том, да, что пирамида растет, когда робот идет, ну, когда вы открыли, робот открыл позицию не в ту сторону, то есть он не угадал движение, да. Если мы с вами будем, например, использовать Мартингейл, например, с коэффициентом 2, ну, то есть он будет пирамидиться не как сейчас, да, то есть один контракт, потом два, потом четыре и так далее, да, например, там 2, 8, 2, 4, 8, то есть он использовать будет в два раза больше, то вы получите на самом деле прибыль, да, в два раза больше, абсолютную прибыль в два раза больше, но вам понадобится капитал не в два раза больше, да, то есть вам понадобится капитал в три раза больше, потому что просадка временная, которую он будет тогда нести на этом тесте, она будет, соответственно, существенно больше, чем та, которая показывается при текущем параметре. Проблема роботов комбинаторного типа именно в этом, поскольку они не могут использовать модуль money management в чистом виде, то есть когда вы на стадии принятия решения, на стадии входа в сделку решили, например, а здесь я поставлю два контракта или вот здесь я поставлю три. То есть именно за счет счетности и того элемента, который я пытался показать в самом начале, что расчет всех исходов, он начинается не с момента входа в сделку, а фактически с момента всей самой системы. То есть когда вы ее придумали, то есть вы уже знаете, что если вы будете ставить на семерку, то есть вы должны ставить столько-то. То есть если вы будете ставить в два раза больше, то эффект не будет пропорциональный в два раза. И это нужно понимать. Поэтому вот все комбинаторные роботы фактически имеют такое ограничение в своем применении. Но с другой стороны, из-за того, что они, как я вам демонстрирую, используют как раз сам принцип изменения счетности и вероятности, то есть вот мы видим его результаты. То есть добиться подобного результата на сигнальных роботах, ну, задача нереальная. Да, то есть, собственно, это нужно понимать. Ну, я думаю, что вот смотрите, да, мы с вами добрались уже до января 16-го года, и мы видим, конечно, визуально, что график просто впечатляет, да. Коллеги, да, скажу сразу, что... Так, Илья Проходко спрашивал, да, по поводу 250 тысяч, я, наверное, уже объяснил, да, то есть вторично объяснять не надо, почему 250 тысяч, да, вот с чем это связано, да. То есть давайте тогда, может быть, пока робот дальше показывает результаты, поясню, да, то есть как считается вообще вот объем, да, на фьючерсных контрактах, кто-то не в курсе и кто-то не торгует на московской бирже, да. Вашим основным элементом, да, является гарантийное обеспечение, да, то есть которое вы должны, собственно, поставить, покупая контракт. Вот по золоту гарантийное обеспечение, да, плавает от 5 до 6 тысяч там в разное время, да, то есть, соответственно, покупая один фьючерсный контракт или продавая его, вы должны иметь на счете 5 тысяч рублей, да. Соответственно, понятно, что на 2, значит, 10 и так далее, да, то есть понятно, что когда совокупная позиция растет, вот вам нужно иметь всегда эту позицию. Но биржа у нас с вами еще клирингует, да, то есть она 2 раза в день осуществляет криллинг позиции, то есть на самом деле там перечисляется вариационная маржа ее, да, то есть по сути своей вы как бы, когда зашли в пирамиду, вы должны иметь не только факт гарантийного обеспечения, но и сумму достаточную, чтобы при перечислении вариационной маржи ваша позиция не стала отрицательной. Иначе вас биржа закроет по всем известному этому правилу маржин колу, да, то есть, ну, не биржа, а брокер, да. Вот, поэтому в принципе, да, я могу вам так сказать, те, кто очень сильно погружен в процесс, да, и на самом деле может, конечно, догадаться, что на моменте в счете держать 250 тысяч не надо, да, то есть на самом деле будет достаточно следить за роботом, да, если он начинает пирамидиться вовремя, там, скажем, подставлять ему деньги. Еще раз скажу, что, несмотря на то, что вы видите график вот в таком виде, да, таком, у вас все-таки пирамида не развивается в течение там одних суток, да, то есть обычно пирамида развивается в течение длительного времени, да, то есть это, ну, там, да, первые два шага, они могут быть и там в течение одних суток произойти, Но обычно вот это вот падение, да, которое мы вот здесь вот наблюдаем, да, то есть я там скажу, приоткрой завесу, то здесь на самом деле всего 5 шагов, да, то есть поэтому, собственно, вот представьте себе, да, 59 дней, как я вам показывал ранее, да, то есть это вот 5 шагов сделал робот, да, то есть, соответственно, вы можете, в принципе, понимая и управляя вот этим процессом, да, доставлять деньги, если они нужны, но вы должны быть готовы, да, к тому, что они могут понадобиться. То есть достаточно, ну, поэтому, конечно, поскольку все-таки продукт рассчитан на какого-то потребителя, да, и в конце концов человек либо его купит, либо там будет использовать там какой-то другой способ взаимодействия с нами, да, то мы просто изначально говорим, что 250 тысяч – это как бы тот минимум, да, и объяснять большинству пользователей, почему это так, если это непрофессиональная среда, да, достаточно тяжело, если надо будет говорить, что вот сейчас надо донести. Ну, это уже проблема не трейдинга, да, это, скажем, проблема презентации продукта, да, то есть проблема, там, скажем, там, обычного понимания процессов, потому что все-таки, когда ты работаешь с людьми, очень немногие, к сожалению, инвесторы, да, готовы действительно глубоко погружаться и разбираться в тонкостях каких-то вещей. Понятно. Хорошо, Алексей, спасибо. Давайте ответим на вопрос Ильи Приходько, 1357. На Форексе такой робот будет работать, допустим, на евро-долларе? Да, Илья, смотрите, я, в принципе, сама методология любого робота, она может работать где угодно, да, то есть вопрос стоит в программировании, то есть наши роботы написаны непосредственно на МТ-5 и работают на бирже, то есть вот, как я сказал, нюансы с переходом фьючерсных контрактов и так далее. Роботу, скорее всего, придется его переписать в каком-то ключе, скорее в плане принятия решений и сделок, отслеживания их, да, в отличие там, потому что на Форексе и все-таки на бирже они по-разному осуществляются, да, то есть и, соответственно, там модуль робота, который отвечает за понимание, да, то есть когда вот он какую сделку открыл, в какую позицию вошел, очень существенно, да, что вот этот механизм, то есть хотя сам вот как бы ядро робота, сама его логика, конечно, может быть применена где угодно. Кстати, на ЕД, по-моему, тоже, да, можно поторгать, это евро-доллар, да, ведь пара, она такая тоже, достаточно это, хорошая. Кстати, Илья, вот могу сказать, да, многие тоже мало знают и мало знаком с нашими биржами, у нас, между прочим, есть фьючерс на евро-доллар, он торгуется прям, ну, я, конечно, прям так ровно не сравнивал, да, то есть, но, скажем так, что я за ним наблюдал, то есть его котировки на фьючер, на евро-доллар, такие же практически, как на Форексе, поэтому, если, я, я еще раз не хочу, да, как бы, как Игорь всегда предупреждает, я не хочу ни в коем случае, скажем там, агитировать, не торгуйте там, а торгуйте здесь, нет, я просто к тому, что, на самом деле, сегодня просто московская биржа, да, поставляет достаточно большое количество популярных инструментов, которые там, скажем, есть на Форексе, да, то есть, но они есть и в каком-то выражении на московской бирже, поэтому сегодня можно было бы этого робота, и, кстати, в планах есть этого робота протестировать на вот этом фьючерсе, на евро-доллар. Ясненько, хорошо, поняли вас, Алексей, ну что, тогда будем подводить итоги, какие у нас есть моменты. Ну, да, давайте, наверное, скажу, значит, как бы, как и обещал, похвастаться результатом, да, этого робота. Вот, соответственно, вот этот робот поставил я его, то есть, первый, то есть, это я вам показываю уже его некоторую модификацию, да, то есть, первая модификация протестирования была поставлена на счет реально 19 сентября 2016 года, да, то есть, на текущий момент его доходность составляет 14%, что, в принципе, по, если пересчитать, то 91% годовых. Вот, то есть, хотя тут, конечно, я вам скажу, что есть эффект Трампа, да, то есть, просто был эффект Трампа, я так скажу. То есть, его реальная доходность была бы пониже, но несущественной. Вот, так что вот, вот он, собственно, элемент, да, то есть, то, о чем я говорил, что я это озвучу, и, пожалуйста, да, действительно, он так. Более того, Игорь, вот, как бы небольшая реклама, да, то есть, мы зарегистрировались в качестве продавцов сигналов на МКЛ-5, ну, те, кто торгует на МТ-трейдере, да, знают, что это такое, вот, и вот буквально совсем в скорое время мы начнем поставку сигнала от этого робота, то есть, в открытый доступ. Каждый сможет, кто работает с МТ-5, да, то есть, собственно, посмотреть и в онлайн-режиме в реальности наблюдать за результатами торгов этого робота. Поняли вас, спасибо, Алексей. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ну, отлично, спасибо вам большое за ваш обзор и за ответы на вопросы. С нетерпением ждем новых передач, новых роботов. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо вам, Игорь, до свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнали Симон.